Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 986. События дня. Экклесиаст 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека. Ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тайное, хорошо ли оно или худо. Ну и вот возвещаем. Прочитайте. Сормозните, посмотрите. Об этом же. Вот у меня переписка. Вышел на меня Артамошин Александр из Америки. Атеист, ярый безбожник. И это аффицирует, поносит Слово Божие. И всё насчитается. Нет, ни Давида не было, ни Соломона не было. Ну всё остальное. Раз ничего не было, ничего и нету. Как это засмеялся Валант. И говорит, ни Бога, ни чёрта нет. Ха-ха-ха. Вот что ж с вами-то. Вот вспомните, из «Мастера Маргариты» отрывок стоит. Я ему послал. Сам на меня выходит. Сам не я. Начинаю первый. Вот если бы кто-то с того света да позвонил, да сказал. Нет этого. Я ему привожу примеры. Клавдию Сюжанину. Вот умерла, я встречался. Не, не верит. Да совершенно не верит. Доводов никаких не принимает. То есть, приговорённый. Прописан в аду. Я ему пишу. Вы сказали, что не будете считать постный мною вам отрывок из Евангелия от Луки, 16 глава. Потому что там много букв. Я посчитал. Их там только 1072. Притча о богаче и Лазаре. А в полной Святой Библии букв. Вся Библия с неканоническими книгами. Это 77 книг. 1361 глава. 37 082 стиха. 669 284 слова. И 3 172 512 букв. Без пробелов. Вот сколько в Библии в полной синодальной 1876 года. В моих книгах 41 том, по 752 страницы. 47 миллионов 950 тысяч 623 буквы. Представьте, а вон 1072 отрывок. Много считать, говорит. А говорит, Библию трижды прочитал. Ну, трижды прочитал Библию. Так это-то мог прочитать? А я считать не буду. Ну, то есть, ничего нет. Нет, у Бога отшиб и мозги, и совесть, и все. Так что, если вы прочитали три раза все от корки до корки Святую Библию, отрывок вовсе уж не значительный по величине. Лютый безбожник Вольтера изрекал с балкона национального собрания, что Библия через сто лет будет позабытой заброшенной книгой, и ее можно будет найти только в археологических музеях, как свидетельство глупости более ранних поколений. И вот как стало. В том же здании образован был склад британского библейского общества с тиражом Библии или ее частей в сотне миллионов экземпляров. А прочитайте про его смерть. Она была настолько страшной, что сестра Милосердия, Се, тут надо указать, католическая монахиня, бывшая у его адра, ни за что с тех пор не желала быть при смерти подобного атеиста. Ему со всех сторон являлись демоны, и он кричал, чтобы привели к Сензе. Но он сам написал заранее завещание, что если он будет звать священника, то ему не верить, не выполнять этого. А испытавший власть Наполеон на острове Святой Елены в беседе с сопровождавшим его генералом прямо говорит о славе своей приходящей и вечной славе Христа и о всесильной армии Иисуса. Ну где он меня? Кто? Где? А я то ли не делал, то там я испытал славу человеческую. Но сравни, никого нету. А у Иисуса по-прежнему миллионы последователей. И добавляет, что если ты этого не понял, то я жалею, что сделал тебя генералом. Сергей Игнатов. С праздником Успения Божьей Матери. Вот это слово «с праздником» ну никак не относится к такому памятному. Какой праздник-то? О чем? У нас все праздники. Голову отрубили Ивану Крестителю. Праздник. Умерла Дева Мария. Праздник. Ну не праздник. Нигде этого не было. В восьмом веке придумали монахи. Низкий поклон тебе, отец Игнатий, за духовно-поучительное стихотворение. Я прошу молитву об успешной молитве о выезде 6 сентября 2018 года на Урал к старшему сыну. Вот, 6-го, 18-го. Нет, как-то это надо не забыть. Выделяю иногда себе, заглянуй. На Урал к старшему сыну в гости в город Магнитогорск. Оттуда по твоему благословению и Божьей милости в село Потеряевку. Твое недостойное духовное чадо. Игнатов Сергей. 28-го. Сентября. Августа 2016 года. Да пусть все больше и больше детей со всего мира приезжает к вам с родителями и поучаются настоящей жизни во Христе Иисусе. Пусть злоба всех врагов ваших обратится на их же головы, ибо сильно они огорчают. Премудрый дух да руководит вами во всем и всегда. Просветания вам и всех благ. С уважением. Владимир Мочалин. Это автор, вот как вступление на наш форум, вот об этом говорит, во свете Библии. Ну, кто, если не знает, я могу показать даже, оторваться отсюда немного. И сейчас, может быть, даже найду во свете Библии. Вот. Где у него здесь? Канал во свете Библии. Зачем тут канал? Непонятно. Тут форум был. Вот. Ну, форум, как входить. Ну, вот на наш форум, как заходишь, и тут они это поют. Специально артист был найден. Ну, ладно. Это не они об этом сейчас. Вот. Хотелось, как говорит этот стих, Игнатов писал, вот его, что он написал сегодня. Вот почитайте. Очень хорошее письмо. Очень поучительное. Я буду выделять здесь. И можете считать. От и до. Затормозите, почитайте. Я не знаю, сколько требуется времени на это. Это он письмо пишет, и вплоть до патриарха, наверное, доходит уже. И все правила, все выписывает. С настоятелем там его настоятель прижимает. И он вот. И он вот. Звонит Капустина, Татьяна, проверяет по моей просьбе, как у меня дела. Спаси Христос. В 4.40 звонит всегда Володя Пенкин. Я так себе поставил, чтобы не проспать. Но они когда звонят, в 4.40 я уже на ногах. А сейчас раньше встаю. Я не знаю, как там видно будет, но по-другому никак я считать не могу. Я просчитал, все отметил для себя. О полном погружении, что этого нету. Не делает папы, совершенно дурят и дурят. Безбожники папы. Ни страха Божия, ничего нету. Полное погружение не крестят. А католичные. О себе пишет. 58 лет. Жена, двое детей. Юрист, прихожанин Свято-Тихоновского храма в городе Угледаре, Донецкой епархии, УПЦ, МП. Духовное щадо исповедника и ревностного защитника чистоты православной веры Игнатия Лапкина. Это все он указал. Ну, молодец. И говорит, спасти Христос. На меня сегодня вышел Андрей в Рублевске, который очень просит простить его за все плохое, что он вам сделал. Пишет, сейчас он смотрит с большим вниманием все твои видеоролики. Ну, все он никогда не посмотрит. Это 12300 видеороликов это никогда не посмотрят. Нет, но это требуется лет несколько. По часу, кажется, в день я считал как-то примерно 13 лет, а теперь и больше. Материал огромный. Я тоже, думаю, уйду тут буду смотреть, кто вспоминать будут. Все делают для славы Божьей. Вот. Это я сейчас, что? Это Игнатов, я его закрою. И, на которое ссылается стихотворение, и два стихотворения. Вот Серахов, 41 глава, 11 стих, с 1 по 10 стих, эпиграф. Много трудов предназначено каждому человеку и тяжело иго на сынах Адама. Со дня исходящего матери до дня возвращения к матери всех. Мысль об ожидаемом и день смерти производит в них размышления и страх сердца. от сидящего на славном престоле и до поверженного на земле и во прахе, и от носящего порфиру и венец и до одетого в рубище. У всякого досада и ревность, и смущение и беспокойство, и страх смерти, и негодование, и распря. И во время успокоения наложен ночной сон, расстраивает ум его. Мало, почти совсем не имеет он покоя, и потому и во сне он, как днем, на страже, будучи смущен сердечными своими мечтами, как бежавший с поля брани. Во время безопасности своей он пробуждается и не может надевиться, что ничего не было страшного. Хотя это бывает со всякой плоти, от человека до скота, но у грешников в семь крат более сего. Смерть, убийство, ссора, меч, бедствие, голод, сокрушение и удары. Все это для беззаконных, и потоп был для них. Вот такой эпиграф беру к двум своим стихотворениям. Смерть лютая безбожникам грозит, и встреча неминущая предстанет. Судье всех судей личный эксклюзив, с обиженным переменец местами. Им покаяние в последние часы не светит самым запоздалым шансом. В блистательных перах по горло сыт, катался словно сыр в коровье масле. И ничего, и ни копейки скудной, ни капля орошающий язык. По вере и делам Господь всех судит, там все не так, к чему ты здесь привык. И никого, кто мог бы остудить зарвавшуюся совесть негодяя, и встреча с тем тобою, кто убит, а совесть пробудившаяся давит, такую смерть не приведи, Господь, не только пережить, но и увидеть, и ангел будет не до трог пороть, я мог спастись там на себя обида. Считай, такую смерть не приведи, Господь, не только пережить, но и увидеть, и ангел будет не до трог пороть, я мог спастись, там на себя обида, с собой не вывести, награбленное в суе, навеки сгинула элитная охрана, мог, не хотел, теперь меня осудят, невольно, конечно, очень рано. Описывает смертный счастье тиранов, видение на грани земного бытия, припомнится тогда кресты на храмах, и я бы мог с прощенными стоять, о смерти детям чаще доносить, они соприкасаются с ней часто, на миллиметр все время от косы, к себе из фильмов примеряя несчастье. Тот день один у каждого в запасе, он подползает и летит с кометой, за смертью ад с его несытой пастью, когда помазанием дух Божий не пометит. 8 октября 2007 года еще против каждой строчки Священное Писание, 9 куплетов по 4 строчки, 9 и 4, 36, 36 раз надо открыть Библию, Смерть согрешивших держит на примете 7,5 тысяч лет упорно. Внезапно гибнут взрослые дети на море, по пустыням и в ущельях горных. Любой предмет, конверт, копыта, зубы, стекло, веревка или провода. Во всем есть смерть, кого-то это сгубит, та вещь уже на нас нацелила рога. Смерть окаянная незримо притаилась безвкусной рыбьи костью за столом, а кто-то у вина попал в немилость, пятидесятый недопел псалом. Подобное в кино смотрел и в книгах не раз примеровал греховности своей, что зафиксирует мой взгляд в последнем миге, в постель любимую смерть проскользнет ко мне. Так каждый день вставая и ложась, прилаживаясь к смерти, представляю, что выжить в продолжение малой, шанс за чей-то счет бесплатно на халяву, приговоренный к самой высшей мере, еще в утробе в шреслах у отца, угарным газом, задавленной узкой дверью, с гримастой искаженного лица. Мне не обещано с улыбкой умереть, но заповедано быть верным до конца, молиться за врагов, благословляя смерть, пока по шее не пройдет коса. Читая жития святых, любуясь кончиной благородной по Писанию, примерим вещь к себе любую, проблеять овцами, а не речать бы псами. С молитвой за врагов колено преклоненным под меч склониться в царственном поклоне, войти в число спасенных миллионов, тлен заменить победным благовонием 16 июня 2003 года. Вот как. Два места, которые я прочитал. Ну и что еще? Показать наши ресурсы. Вчера было богослужение 28-го. Это память Успения Божией Матери, конец Успенского поста. Искорченный на богослужение приезжал на своей машине сельсков Алексей Семенович. Очень близкий нам человек. Это сын моей двоюродной сестры Агафья Степановна. Степановна. А Степан и Тихон родные братья. Ну а он Степану внук. внущатка двоюродная так сказать. Бывший главный агроном села Корчино. Вчера я узнал сколько у них 15 тысяч гектар там было пашни. Ну тут побыл поговорили я ему все рассказал в лагерь свозил показал и попросил. Он бывший коммунист мой крестник к слову сказать. столько у него операций было что если будет возможность съездил бы он в Мамонтов к прокурору Королеву Максиму Васильевичу. Поговорил с ним и пригласил к нам в гости. Я подумал надо написать на этой неделе письмо а еще на престольный праздник 16 сентября Свято-Анфимовская наша община отмечает память Святого Анфима Некомедийского казненного в 302 году. Он согласился а в субботу у него работали дрова кололи наши там братья были это Володя Сергей Виталий и он очень доволен был я записала его все но так день наш прошел вчера что я два раза на рыбалке был вечером сразу ведро поймал на ведро ну досмотрели вчера фильм многосерийный оперативный псевдоним я уже раза три его смотрел с Александром дедюшка в главной роли ну хороший поставленный фильм есть многие места где можно подумать но о боге не думали только умерщвляли умерщвляли друг друга вот вчера тут еще яблочки маленько побрали день то такой у нас не рабочий на десятый праздник не рабочий для нас барабаш то с разрешения и общины работает кроме воскресных дней воскресный день неприкасаемый ветхозаветная суббота так называем перешла в новозаветную субботу воскресенье это определенно и вот так день прошел наполненный такой день очень большой длинный какие-то люди там в фейсбуке или в контактах Сергею нападает вы тряпки там лапкину подчиняйтесь он все это насчитал говорит давайте запишем ролик но я прокомментировал немного будет это дней через десять потому что я отсылаю все что накопится за неделю модератор там администрация работает я только замки снимаю ну и показать наши ресурсы вот мой мир очень люблю эту систему никакие одноклассники контакты фейсбуке у меня все это есть открыто там работают наши сотрудники с нашими материалами выставляют а выставлять то есть что вот не заменят вот этот мой мир какой он был сейчас его укоротили а был вообще три щелочкейн десять тысяч одновременно клиентов десять тысяч получают от тебя пять тысяч знаков тысяч или двенадцать фотографий вообще ну и вот наш форум православный тысячи шестьсот тем очень важно это и даже показать наш видеоканал вот он видеоканал православный видеоканал тоже очень большой 22 миллиона семьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре просмотра 22 тысячи четыреста семьдесят подписчиков вот двенадцать тысяч триста с лишним роликов видеороликов но сегодня тут выставил десять роликов как мы тут работали и что-то нет обиходит дамб это двадцать человек только посмотрело нет дальше через день то набирается побольше и во свете библии большой православный библейский сайт ну на этом и все вот